А, итак, после того, как мы с вами закончили работу с персонажем, давайте произведем следующие манипуляции. Для начала я удалю из цены все лишнее. Тут у меня есть Subdivision Surface. Вытащу лесу из-под инструмента Subdivision Surface. И для того, чтобы в дальнейшем сразу же нам было удобно и адекватно работать с другими пакетами, о которых я говорил, давайте мы подведем размеры нашей лесы под стандартный рост человека. То есть, о чем я говорю. Смотрите, зайдем в правку и посмотрим настройки сцены. В данном случае я работаю в сантиметрах. Если вдруг у вас стоят другие единицы измерения, то в данном случае советую вам также перейти в сантиметры. Далее, переходим в вид спереди. Идем во вкладку «Инструменты». Обратите внимание, что сейчас я нахожусь в раскладке «Компоновка стандартной». Идем в «Инструменты». Выбираем инструмент «Измерение и конструирование». И смотрите, он у нас расположен в вертикальном виде линейки. Давайте потянем его вверх. Вот смотрите, он нам показывает высоту 100 сантиметров. Средний рост человека где-то метр-метр семьдесят. Давайте возьмем. Для этого потянем сначала линейку до уровня метр семьдесят. Так, вот метр девяносто два. Так, чуть-чуть вниз. И давайте сделаем метр семьдесят. В настройках линейки, вот здесь можно прописать цифрами вручную. Сто семьдесят. Отлично. Теперь выберем все объекты нашей сцены и нажмем команду «Alt G». Таким образом мы с вами создали новый нуль объект. Давайте выберем инструмент масштабирования и щелкнув в пустом месте окна просмотра, зажав левую кнопку мышки, просто двигаем. При этом у нас пропорционально уменьшаются все объекты. Опустим вниз. Так, чтобы ноги стояли на полу. Полом у нас служит ось Х. Мы это помним. Так, еще немножко надо отмасштабировать. Еще уменьшаем и опускаем на пол. Так, чуть-чуть перестарались мы с вами. Давайте посмотрим, насколько она у нас стоит на полу. В принципе, здесь прям так сильно подгонять, я думаю, нам и не надо. Нам просто примерно обозначить рост. Повторю, сделаем мы это для того, чтобы потом адекватно работать в таких программах, как MotionBuilder, Endorphin и Marvelous. Чтобы у нас не было проблем с масштабом. Что ж, очень хорошо. Перейдем в перспективу. Давайте снова выберем инструмент «Измерение и конструирование» и нажмем «Удалить измерение». Очень хорошо. Вытащим все из-под нуля. И его можно теперь удалить. Давайте пересохраним данный файл. Файл «Сохранить как» и назовем его «Проект версия 1». В данном случае я его уже сохранял. Я просто пересохраню. Итак, на этом данный урок я закончу. А в следующем уроке мы с вами начнем введение моделирования одежды. И вкратце рассмотрим три варианта моделирования одежды. Но забегая немножко вперед, хочу сказать, что возможно каждый из вариантов мы будем рассматривать чуть-чуть позже более подробно. Но давайте об этом в следующем уроке. С вами был Александр. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова